Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео мы будем разбирать ошибочки. Хоть в последнее время времени немного, потому что глобальная карта все отнимает и некогда вообще нечего делать, пытаясь все равно делать видосики. Так вот, уже прошло наверное несколько дней, как человек прислал мне вот эти вот реплеи, я их сразу посмотрел и отложил, поскольку не было времени. Но вот уже следующие люди прислали реплеи, и я решил, что так, не нужно создавать очередь, нужно потихоньку со всем разбираться. Итак, в этом видео, точнее в этом реплее, человек который играл, у него вопрос, почему мало урона наносится, почему в одном бою много урона, в другом мало. Итак, сейчас мы будем внимательно разбираться, почему не наносится урон. Я этот реплей уже видел, поэтому я знаю, почему не наносится урон. Осталось это показать и рассказать тому человеку, который хочет узнать, почему не наносится урон, и показать это вам. Итак, сейчас я специально замедляю скорость воспроизведения реплея, для того, чтобы было более четко видно, куда целится наш замечательный супергерой. В этом моменте он целился с вертухана в лючок бабахи, и при этом в конце еще и умудрился перевести прицел с лючка на землю, и в принципе здесь урона не должно было быть. Неожиданно 7 справа выкатывается, и дает нам урон в борт. Мы полностью сводимся, полностью свелись в каток ИСУ-7, который стоял на катке. Но вы уже начинаете видеть, что мы до сих пор не стрельнули, а враг уже начинает ехать. А это значит, что нужно было уже целиться куда-нибудь левее. И вообще, если чел стоит на катке, цельтесь чуть-чуть левее что ли. Не цельтесь прямо в самый край. Вы видите, что у него НЛД, и щучий нос, и ВЛД, оно за катком вот здесь еще идет. И корпус начинается где-то вот здесь. Лучше стрелять чуть-чуть левее, чтобы, ну наверняка. Потому что если снаряд полетит, даже вот если мы сейчас бы стрельнули, снаряд может полететь и в ВЛД, и в НЛД, а тут большой угол. А нам нужно в борт пробить. Вот здесь находится такая вот плоскость, которая считается бортовой броней. А вот уже щека ВЛД, вот НЛД. Нам нужно именно в борт попасть. Вы понимаете, что за гусеницей там еще броня есть. Вам броню надо пробить. Не колесико, которое висит, вот это вот. Оно не пробивается, в него урон не наносится. Это просто параша, которая висит сбоку основной брони. Нам нужно основную броню пробить. Она вот она, вот видите, серенькая за гусеницей находится. Нам в нее надо попасть. Мы начинаем стрелять, но враг уже назад поехал, и мы не попали. Потому что он уже начал ехать, а мы только потом нажали выстрел. Вот мы и опять не нанесли урон. В первом моменте мы вообще в землю нажали выстрел. Во втором моменте враг уже начал уезжать, и мы потом только нажали выстрел. Здесь снова же враг даже не показал НЛД. Мы просто куда-то там бахнули, и все. То есть, если здесь у человека возникают вопросы, почему не нанесся урон, то у меня возникают вопросы уже к этому человеку. А ты сам в своей реплее не мог посмотреть, куда ты там вообще выстрел-то нажимаешь? То в землю, то в ВЛД. Говорит, пишет мне. Ну я в принципе играю, ну кажется мне без ошибок. Ну без ошибок в принципе играю. В целом все нормально. Почему-то в одном бою много урона наношу, в другом мало. Может потому что ты просто от балды куда попало стреляешь. И в одном бою тебе везет, а в другом нет. Вот сейчас он нацелился на люк там мехвода или кого-то там сидит в этих триплексах, фигиплексах. Вроде бы зелененьким показывает, голду зарядили. Но мы нажимаем выстрел и попадаем там в пушку или рикошет нам Витек нарисовал. Потому что, ну не повезло, не прям в ту точку полетел снаряд, куда целился игрок, который играл этот бой. Вот в принципе и все. Сейчас мы не отсветившись выезжаем в прострел. Выезжаем в прострел напротив балкончика, на котором часто сидят всякие ПТшки, бабахи и так далее. Вот эта дырка. Плюс еще в бою три арты. И мы спокойно вылазим на этот бугор. Зачем? Нам кто-то сейчас светит? Нет. ЛТшка только вон там катается внизу и все. Но она, она вправо едет. Нам никто ничего не светит. Какого лешего ты вылез сюда, друг? Это ошибка. Ошибка в каждом твоем выстреле. Ошибка в том, что ты в свету вылазишь в открытую дыру на всю карту. И здесь не нужно быть гением, чтобы понять, что это ну плохо. Это просто ошибки. Сейчас опять будет выстрел без урона. Казалось бы, ну как тут не нанести урон? Е3 чуть ли не со спущенными штанами стоит. Делай с ним что хочешь. Но наш супергерой умудрился даже здесь не нанести урон. Да, конечно, не без помощи ВБРа, но это Е3. Запомните, это бронированный танк. И наш чел просто, выпрыгивая за поворота, с вертуха налупит. Не сводясь, не целясь. Прицел еще прийти в себя не успел, выезжая из-за поворота. Куда-то там шмальнул. Снаряд, видимо, полетел низко и не нанес урон. А у Е3, если присмотреться, у него борт закругленный. У него броня здесь овальная такая. И если снаряд куда-то вниз полетел, то он там может не нанести или вверх. У нас же прицел был вообще там 30 километров вокруг танка. Нужно хоть немного-то подсводиться, целиться куда-то. Какой смысл лупить как угодно? У меня есть еще желание сделать видосик про то, как правильно вести бой в качестве стрельбы. Потому что я заметил много людей, которые стреляют, когда не нужно. И из-за этого они вводят в себя в плохое положение. Сейчас мы первый раз за бой нанесем урон. По жопе ИСа-7. Наконец-то. Сейчас снова. Куда ты едешь? У тебя перезарядка еще вон только началась. Куда ты полетел? У тебя 1000 хп. Сейчас 3 арты скинутся, там еще кто-то сзади стрельнет и все. Вот ты выехал вот сюда. Зачем? Ты еще на перезарядке. Бабаху там 2 танка крутит. Она умрет без тебя. Ты выехал просто посередине. Из-за укрытия получил тычку, лишнее хп слил опять. Куда-то там с вертухана опять в борт стрельнул, даже не целился. Плюс оглушение. Стрельба на уровне нуля. Просто нулевая. Даже не прикладываешь никаких усилий к стрельбе. Ты наносишь урон только в тех случаях, когда уже невозможно не нанести урон. Либо когда тебе поможет ВБР. Потому что ты никаких усилий не прикладываешь к стрельбе. Абсолютно. Сейчас ты нанес урон чисто потому что повезло. В оглушении с вертухи, просто с развороту стреляешь по едущей арте, которая едет далеко. Тебе тупо повезло, что твой снаряд полетел в центр прицела. Стрельба просто отвратительная. И при этом еще умудряться говорить, что я вроде бы не ошибаюсь. Все практически выстрелы, которые были сделаны в бою, они все неправильные. Видимо ты не в ту игру играешь. Или представляешь, что ты играешь во что-то другое. Потому что эта стрельба не в World of Tanks. Сейчас я весь бой смотрю. Ты ни разу за бой не стрельнул так, как стреляют в танках. В этой игре стреляют по-другому. Ты играешь, видимо, мысленно во что-то другое. Посмотрим еще второй бой. Человек там еще писал, что вот блогеров смотрю. У них все летит. У меня что-то не летит. А где мой урон? Посмотришь на лицо Джова. Он там всирается, чтобы высрать хотя бы один урон. Он хоть как-то старается. Несмотря на то, что там, конечно, не самый высочайший уровень игры. Но даже он старается. И он играет намного лучше, чем большая часть танкистов. Но здесь вот на реплеях я смотрю. Человек не прикладывает вообще никаких усилий к стрельбе. Просто лишь бы как-нибудь куда-нибудь стреляет от балды с вертухана вообще не выцеливая ничего. Это просто жесть. И при этом еще присутствует желание наносить урон больше. Ну, видимо, тогда нужно понять, что если ты в бою получаешь плохой результат, это означает, что ты делаешь что-то не так. Значит, нужно разобраться, в чем ошибки и исправить это. И если вот человек, который играл, не понимает, в чем у него ошибки, объясняю. Ошибки в стрельбе. Стрельба ведется абсолютно неправильно. Нету сведения вообще абсолютно. Не сводишься. При этом еще нету вообще никаких понятий, как свестись заранее, как пользоваться скоростями первой скоростью вперед-назад, для того, чтобы пушка начала сводиться в движении. Абсолютно нету никакой логики выцеливания, ничего. Не стараешься даже особо ни черта выцеливать. Просто если враг стоит на одном месте, ты там куда-то ему садишь и все. То есть уровень стрельбы абсолютно слабый. Вот сейчас ты приехал под эту кучку. Зачем ты сюда приехал? Потому что кто-то там где-то когда-то стоял под ней или что? Для чего? Стрелять здесь особо некуда. Просто вот повезло, что какие-то дурачки на суперконях боком перед тобой катаются. Тебя здесь легко могут пробивать, но просто никто не стреляет по тебе. Этот бой абсолютное везение. И стрелял ты здесь в принципе не особо лучше, как если сравнивать с прошлыми боями. Вот коню стрельнул в НЛД с вертухана. Ну, в принципе, там не сложно было нанести урон, ты его нанес, ура. Но вот эта стрельба под мостом в то место, куда некуда наносить урон, ты весь бой этим занимаешься. И это вообще ни о чем. Если ты хочешь в таких моментах наносить урон, ну это просто тебе не в эту игру, видимо, надо в другую поиграть. Вот в принципе и все. Стрельба просто, не какущая. Нужно научиться разводить врагов на выстрел, правильно выезжать из-за поворота, пользоваться скоростями. На Р первая скорость вперед, на Ф первая скорость назад, для того, чтобы пушка сводилась. Когда ты едешь, нужно подсводиться, следить за тем, чтобы враги были на перезарядке, выезжать в тот момент, когда тебя никто не может наказать за выезд, и наносить выстрелы по врагу безопасно и бесплатно. При этом стараться стрелять, прикладывать к этому усилия, изучать уязвимые зоны танков, а не стрелять просто лишь бы куда-нибудь. И в целом, стрельба в картошке, это такое вот что-то планомерное, состоящее из многих мелких, незаметных на первый взгляд вещей. Это просто какое-то такое вот, как танец что ли, или я не знаю. Оно состоит из многих вещей, оно должно гармонично смотреться, все вместе. Твое движение танка, твое танкование, тактика передвижения, все должно быть гармоничным. У тебя ничего не гармонично, ты лишь бы как-нибудь куда-то выезжаешь, и лишь бы как-нибудь так же куда-нибудь стреляешь. Все должно быть как-то логично. Вот сейчас ты четко в ЛД стрельнул, вылез наверх, показал весь свой корпус, куда-то там направо смотрел, слил все хп. Чувства боя нету никакого, чувства времени, таймингов, нету ничего. Абсолютно. нулевой скилл в игре, просто нулевой. Абсолютно нету чувства игры. Нужно учиться всем мелким вещам. Танкованию, тактике, информация в бою, кто там где заряжен, разряжен, где безопасно, куда нужно ехать, куда отъезжать, в какой момент стрелять, или лучше остаться заряженным, уязвимые зоны, как сводиться правильно, и выезжать из-за поворота, чтобы четко стрелять, быстро все это делать, и при этом еще и быть сведенным. Ничего этого я не вижу вообще, в двух боях. Просто стрельба от балды, когда враги выезжают, лишь бы куда-нибудь кнопка выстрела нажимается, чувства, когда ты в безопасности, или небезопасности, у тебя никакого нет. Просто ужасный скилл, абсолютно во всем. Всего этого не хватает. Если хочешь хорошо играть, нужно научиться всем этим мелким вещам. Весь канал в гайдах, разложены видосики, по плейлистам. На моем канале все это найти очень легко. С вами был Арчик, играть красиво, всем пока.